Всем привет! Сегодня в обзоре два новых двигателя Redverg. Это четырехтактные бензиновые двигатели с раздельной системой смазки с ручным стартером и воздушным охлаждением. С виду эти моторы абсолютно одинаковые, но у них все же есть два очень серьезных отличия. Первое отличие это рабочий объем двигателя. У данного мотора рабочий объем составляет 212 кубиков и соответственно он выдает 7,5 лошадиных сил. У данного мотора объем 223 кубических сантиметра и выдает он целых 8 лошадиных сил. Данные двигатели имеют широкое применение, но в первую очередь традиционно данные моторы используются в качестве привода на мотокультиваторах и на мотоблоках. Также данные двигатели возможно применять и на таких инструментах как виброплита. Однако при всей своей универсальности данные моторы невозможно будет установить на такую технику как генератор или мотопомпа. Ну а из-за чего так происходит, я вам сейчас покажу подробнее. Для того чтобы это понять, разворачиваем двигатель и видим то, что вал у него имеет шпоночную конструкцию, а в комплекте идет вот такой трехручьевый шкив. Ну и соответственно такой двигатель можно применять в любой технике, которая требует привода от ременной передачи. Возникает вопрос, какое же второе отличие этих двух моторов? Ну и секрет, как говорится, кроется тоже в конструкции вала. Мотором мощностью 8 лошадиных сил, вал имеет другой диаметр 25 миллиметров и имеет шлицевую конструкцию. Данный тип двигателя используется в мотоблоках, имеющие не ременный привод, а именно привод прямой от редуктора, то есть с шестеренчатыми редукторами. Ну а конкретно в мотоблоках Redwerk данный мотор используется в моделях Голиаф и в моделях Волгарь. Как я уже говорил, данный двигатель бензиновый, то есть работает на чистом неэтилированном бензине с октановым числом не менее 90. В двигателях используется раздельная система смазки, и это хорошо видно. Здесь имеются два щупа для удобства заливки масла. Я напомню то, что объем масла, требуемый для нормальной работы двигателя, составляет 600 миллилитров. Больше масла залить невозможно, так как излишки масла будут выливаться из заливной горловины. Но при этом двигатель должен быть установлен в горизонтальное положение. Использование данных двигателей в такой технике, как мотоблоки, либо виброплиты подразумевает большую запыленность. И поэтому масло здесь заливается не только в картер, но еще и в воздушный фильтр. Эта система позволяет очень тщательно фильтровать воздух для того, чтобы он затем подавался в топливную смесь. Вот конкретно сюда заливается масло, а сбоку мы видим необходимый уровень, который нужно всегда контролировать. Ну а органы управления двигателем, они традиционны для такого типа моторов. То есть есть рычаг дроссельной заслонки, имеется регулятор положения воздушной заслонки для того, чтобы запускать двигатель на холодную, и краник, который отвечает за подачу и перекрытие бензина. Также под рукой имеется стартер, при помощи которого мы запускаем данный мотор. Я надеюсь, что вы теперь оптимально сможете подобрать двигатель для своего агрегата. Теперь вы знаете то, что особое внимание необходимо уделять такой характеристики двигателя, как выходной вал. Ну а я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч с надежной техникой RedWerk.